здравствуйте спасибо большое за аплодисменты давайте мы сейчас будут к нам коллеги подходить я так понимаю при этом мы не будем останавливаться поэтому стартует как вы себя чувствуете вообще на самом деле после обеда вот мы общались с некоторыми коллегами и я заметила какие-то сонные настроения поэтому я снова ставлю себе за задачу чтобы каким-то образом повлиять и на состояние ваше в том числе давайте знакомиться меня зовут вера шацкая многих из вас я уже знаю и этот слайд и я и многие из вас видят уже ну n количество раз поэтому для тех с кем я не знакома наверное два слова о себе скажу работаю я на рынке проведения корпоративных бизнес-тренингов это означает что с 2003 года я реализовываю разные программы развития в контексте разных тематик вы видите на слайде что их как правило у меня сейчас четыре это может быть или айти индустрия и там как правило это проекты по развитию soft skills управленческих как правило soft skills лидерские компетенции менеджерские компетенции навыки коммуникации которые нужны этим лидам project менеджерам это может быть битуби продажи потому что мой бэкграунд это sales и до сих пор я реализовываю себя как sales и соответственно очень много проектов и в консалтинге в тренингах это sales это также может быть изменение как правило это не только тренинги но уже немного консультационные проекты и это в принципе менеджмент и лидерство для разных сфер поэтому список клиентов он обширен вы видите что здесь не только идти компании это дает мне намного больше преимущества на мой взгляд нежели каких-то ограничений до или слабых сторон просто я вижу разных людей разных менеджеров разных руководителей разных сотрудников и это обогащает меня я многому учусь у них они надеюсь учатся многому у меня и мы вместе ищем какие-то варианты решения разных задач то о чем мы будем с вами говорить тема доверия она такая на мой взгляд не очень простая для и меня в том числе и я объясню свою позицию что для меня всегда доверие раньше она была неким словом о котором все понимали ну что это имеется ввиду да то есть такое витает доверие важно создавать доверия доверия но когда задаешь вопрос что это такое и как это делать конкретно на уровне каких-то рекомендаций поведенческих то очень часто не всегда можно найти конкретные ответы и поэтому какое-то время назад я поставила себе за задачу разобраться с этим понятием что такое вообще доверие если мы говорим на языке бизнеса и какие есть возможно рекомендации модели подходы для того чтобы это доверие притворить в жизнь и действительно поделиться с вами то есть что мне как управленцу как лидеру команды как project manager необходимо делать для того чтобы создавать это доверие укреплять наращивать да то есть каким-то образом влиять на ту среду которая есть в команде поэтому давайте будем начинать все мы с вами понимаем что в сегодняшнем современном мире без команды невозможно согласны а если мы говорим про вот это доверие в команде то безусловно когда в команде нет доверия то на мой взгляд это не команда согласны то есть получается что когда мы говорим об этой команде о которой много да много каждый из нас знает и многие из нас чувствуют что это такое то мы все понимаем что один из фундаментальных ценностей и принципов работы в команде это и есть вот это самое доверие между людьми до по отношению людей к лидеру и лидера к людям поэтому наша с вами задача это пойти от классического то есть я всегда сторонник того что не только просто мы смотрим на доверие усечённо нам нужно брать истоки и корни истоками и корнями в любой дисциплине являются какие-то научные да такие более наверное теоретические вещи поэтому у вас на слайде есть несколько определений из психологической энциклопедии из толкового словаря что доверие по сути это некие ну назовем это взаимоотношение или некое состояние которое базируется на каких-то определенных ценностных ориентирах и вот это interpersonal межличностное доверие это то когда мы действительно можем понимать чувствовать ощущать что вот те слова которые нам говорят те обещания которые нам дают те действия или поступки которые нам обещают они реализовываются в жизни и это психология доверия если мы берем бизнес доверия то есть доверие в бизнесе то тогда здесь немножечко шире получается что помимо того что у нас есть какая-то эмоциональная составляющая наша задача еще понимать что мне никто не нанесет урон правильно что решение или какое-то поведение которое будет в моей компании или в моей команде она будет с учетом моих интересов с учетом наших интересов и не в ущерб мне то есть если мы говорим про бизнес доверие у доверия я постараюсь тогда ближе уже идти к рекомендациям поэтому еще немножко теоретической части у доверия есть две стороны и это четко мы понимаем рационально эмоциональная рациональное доверие это когда я доверяю исходя из профессионализма и компетенции у вас есть коллеги которым вы доверяете исходя из того что они крутые эксперты в своей там плоскости есть и это профессиональное доверие то есть я доверяю этому человеку на основании его экспертизы его знаний его умение его опыта правильно есть также определенным образом понимание что когда я профессиональное доверие имею с моими коллегами то мне становится проще с ними взаимодействовать и разруливать многие вопросы потому что если у нас есть эксперты мы уважаем друг друга за экспертизу то нам становится проще дискутировать нам становится проще искать какие-то решения да мы можем конфликтовать мы можем дискутировать там озвучивать какие-то свои мысли но если я профессионально доверяю человеку до своему коллеги то безусловно мне проще согласиться с той или иной позицией то есть вместо того чтобы я защищала и отстаивала свою поэтому профессиональное доверие она нам позволяет в бизнесе экономить время на дискуссии и принимать более верные решения эмоциональное доверие здесь сложнее потому что с эмоциональным доверием это все что базируется на наших с вами определенных ценностях и потребность наша это найти какого человека рядом который будет похож на меня ну вот да такая некая внутренняя потребность что эмоционально мне конечно проще доверять тем людям которые но имеют определенные схожие ценности принципы нормы внутренней установки и с этим людям я могу доверять немножко больше эмоциональное доверие не обязательно бывает без профессионального и наоборот то есть вот в бизнесе очень важно понимать что доверие оно бывает комплексное и рациональное и эмоциональное бывает что эмоционального доверия у меня к человеку недостаточно при этом у меня на этом этапе развития проекта есть профессиональное доверие которое мне помогает с этим человеком работать, принимать решения, двигать куда-то в проект, зарабатывать деньги и достигать какие-то цели. Согласны с этим? То есть вот тут о том доверии, о котором очень часто говорят, тут сразу его вводят в идеал, что доверие должно быть такое идеализированное, что мы все должны доверять друг другу, все должно быть хорошо. Это идеальное доверие, к нему нужно идти. И вот для того, чтобы к нему прийти, нам нужно с чего-то стартовать. И, как правило, в бизнесе мы стартуем именно с профессионального доверия, а не с эмоционального. Теперь немножко психологии, будем так говорить, немножко взгляды и с психологической точки зрения. В принципе, нельзя говорить о том, что доверие создается просто так или его легко создавать. То есть если мы видим какие-то вещи, связанные с какими-то, откуда появляются, и что влияет на взрослого человека, почему он доверяет или не доверяет. У нас есть семья, которая однозначно оказывает влияние. И вот эти установки, которые есть у семьи, например, там отец кому-то говорит, никому доверять нельзя в этой жизни. И ребенок растет, правильно, с младенческих лет он слышит эту фразу. Соответственно, когда он вступает в свой первый деловой опыт, приходит куда-то работать, то, безусловно, эта установка, она уже сподвигает его на что? На недоверие, на некую настороженность, правильная, которая выражается в определенном поведении. Поэтому психологически, конечно же, доверие, вот эти истоки, доверяем мы или не доверяем, оно идет еще из наших каких-то там детских переживаний, детских проживаний. Потом оно наращивается путем того, что у нас есть первый опыт ведения или проявления себя в бизнесе. У нас есть прошлый опыт отношений с этим человеком или с этим проектом. У нас есть рекомендации третьей стороны, когда есть человек, которому я доверяю, и он мне знакомит, например, с еще одним и говорит, вот смотри, прекрасный есть коллега, я ему доверяю, значит, тогда и ты ему доверяй, и мне проще начать доверять, если есть какая-то рекомендация авторитетного человека. Ну и, конечно, есть схожесть, то есть вот это, когда чувствую, что мой человек, этому человеку тоже легко доверять. Как же укреплять и создавать эту культуру доверия? То есть теперь вот то, что я хотела бы, чтобы это было ценно. Что нам делать? Я долго изучала, как я уже сказала, искала материал, то есть вот чтобы это было как-то системно, потому что в моей парадигме мышления мне нужно какую-то или систему, или модель, или какую-то закономерность. И в принципе эту систему я обнаружила, но перед тем, как эту систему вам предложить, то нам нужно опять-таки посмотреть еще с другой стороны на себя, как на лидера команды, что ты не можешь начинать строить и развивать и укреплять доверие в своей команде, как лидер команды, пока ты не научишься доверять самому себе. А что такое доверять самому себе? Это когда у меня есть определенная, своя трезвая, ну как я это называю, самооценка и понимание, что я могу, что я знаю, что я умею, да, или моя там и компетентность определенная, с одной стороны, а с другой стороны это определенная уверенность в себе, которая для меня сейчас вот больше звучит, как некий внутренний стержень или как некий лидерский стержень, который есть у меня. Когда я четко осознаю, и вот я так понимаю, перед этим вы говорили об эмоциональном интеллекте, частично это тоже сюда можно отнести, когда я четко осознаю и понимаю, кто я, какие мои сильные и слабые стороны, да, я нахожусь в определенной гармонии с самим собой, и тогда я могу действительно отвечать за то, как я себя веду дальше. Если это доверие есть у самому себе, то тогда, конечно, я могу научиться и доверять людям, потому что если я самого себя, как вот говорят иногда, что если самого себя не любишь, то ты не можешь полюбить других людей. Точно так же примерно психологически состоят дела из доверия, что если ты себе не доверяешь, то тебе будет очень непросто начать доверять людям, а люди вокруг тебя, это те коллеги, с которыми ты работаешь и проводишь большую часть жизни. Поэтому, когда ты доверяешь им, безусловно, они тебе это отдают. Поэтому вот это некий такой цикл, что очень важно понимать, доверие это не просто прагматичная вещь, мне как лидеру нужно что-то делать, и если я буду что-то делать, мне будут доверять, да, или если я буду что-то делать, то эта культура доверия будет создаваться. Очень важно здесь немножко глубже, тоньше, наверное, смотреть на это понятие, наверное, да, что очень во многом, если я себя называю лидером, тут очень важно, да, что я называю себя лидером команды, чувствовать и понимать, что в первую очередь это некая твоя самоидентификация с собой и твое доверие к самому себе, чтобы ты был цельным, правильно, чтобы ты был самодостаточным, самоорганизованным, уверенным для самого себя, и потом уже это все продвигал или наслаивал на команду. Поэтому если теперь более прагматично на это смотреть, то в доверии считается есть три стадии. Вы можете найти, я буду помогать вам находить схожесть со стадиями формирования и развития команды, поэтому будем вместе это делать. Первая стадия называется стадия расчета, ну ее можно так назвать, это когда люди, которые работают вместе, они больше доверяют профессиональному, ну или профессиональной стороне доверия. То есть мне проще начать доверять друг другу, да, или тебе, или тебе мне на основании нашей с тобой экспертизы, прояви себя в работе, правильно? Какая, давайте, схожесть со стадиями развития команды? Что это за стадии у нас? У нас форминг совершенно точно, когда мы только начинаем работать, и тогда мы не понимаем, мы еще не чувствуем друг друга, правильно? Мы больше что-то пытаемся делать вместе, и вот эти малые какие-то успехи или малые достижения, которые результатами которых является какая-то работа, это и есть определенный кредит доверия. Умеешь, не умеешь, знаешь, не знаешь. Взял на себя это обязательство, о, реализовал, я тебе доверяю, да, ты профессионал. О, взял на себя обязательство, назвал себя синьором, а взял обязательство и не сделал. Наверное, ты не синьор, нет у меня к тебе профессионального доверия, хотя ты так называешься. То есть это больше профессиональная основа, а не человеческая. Вторая стадия, она называется стадия, ну, опыта, это когда уже вместе с профессиональным появляется эмоциональная, то есть когда мы начинаем на человека смотреть под призмой, а как ты себя ведешь на уровне открытости, а как ты себя ведешь на уровне честности, а как ты ведешь себя насколько на уровне своих там ценностей, или своих правил, или своих обещаний, и это уже вместе с тем, что ты делаешь, оказывает на меня влияние, насколько я доверяю тебе или нет. Эти стадии, вот эта стадия опыта, она схожа с какими стадиями по развитию команды, как вы думаете? Больше норминг, правильно? То есть у нас вот как раз стадия норминга, когда мы уже готовы друг на друга смотреть, трезво, конструктивно, правильно, присматриваться и учитывать личностную, личностную сторону. Но здесь что происходит? Что эта стадия, она может быть частичная из торминга, частичная норминга, когда у нас появляются много каких-то конфликтных ситуаций, и мы, по сути, проходим вместе путь к этому доверию. И вот здесь что важно для лидера команды? Это научиться трезво, конструктивно вместе дискутировать, не замалчивать какие-то вопросы, правильно? А если мне действительно личностно твоя ценность или твое какое-то правило неприемлемо для меня, то моя задача на этом этапе, чтобы было больше доверия, помогать моим коллегам, моим ребятам в команде об этом открыто говорить, чтобы сопоставлять эти нормы и правила. Каждый человек в команду приходит со своими нормами. И если я, не знаю, у меня как норма это очень какое-то формальное общение или, наоборот, неформальное, кто-то очень может беспардонно себя вести, а кто-то пардонно, это все какие-то традиции семейные, какие-то еще, то для того, чтобы мы научились друг другу доверять и жить по единым правилам, для этого нам нужно об этом говорить, не замалчивать, правильно? И это уже на этой стадии. Стадия тождества, здесь уже все понятно, когда у нас есть схожесть по ценностям, у нас есть определенные единые правила, и мы друг другу доверяем без вопросов. То есть мы уже понимаем, что нас не обманут, нас не предадут, и мы уже можем немножко лучше себя чувствовать без определенной настороженности. Теперь, что с этим делать на уровне действий? То есть стадия – это хорошо, давайте теперь посмотрим, что нам с вами делать каждый день, потому что доверие не создается вот так вот. Я уделю себе месяц, да, и скажу проект, завоюй доверие у команды, месяц отработаю, на следующий месяц расслаблюсь и все. Нет, доверие со стороны тим-лида, со стороны лидера – это каждодневная, на мой взгляд, даже иногда каждосекундная работа по отношению к своим коллегам. Вы видите четыре составляющих, из которых это доверие состоит. У нас есть результативность, у нас есть порядочность, у нас есть честность и у нас есть забота. Это одна из моделей, которая может быть прикладной, ну, на мой взгляд, чтобы не говорить, просто доверяем друг другу, да, а чтобы понимать, по каким характеристикам в бизнесе, то есть что я могу делать, чтобы усиливать вот это доверие со стороны коллег. Давайте рассмотрим каждый параметр. Результативность – это когда я как тим-лид, или я как проект, или я как руководитель, помогаю моей команде, помогаю увидеть четкие цели, единые стандарты, поставить четкие задачи, если я их ставлю, да, и помогаю создать вот эту среду, где мы это все обсуждаем, смотрим на эти результаты и понимаем свой вклад. И вот эта результативность – это как раз вот то, что пересекалось и с мотивацией, то, что пересекалось с ситуационным лидерством, с менеджментом. Это одна из функций, которые есть у любого руководителя, неважно там, какую позицию он занимает. То есть доверие к тебе, как руководителю, как лидеру, оно очень часто прагматично сотрудниками ощущается и оценивается, исходя из того, насколько ты способствуешь пониманию нашей результативности. А понимание нашей результативности. У нас есть четкие цели, все мы понимаем, у нас есть четкие результаты, все мы понимаем, я понимаю свой вклад, и каждый понимает свой, и мы видим, насколько мы достигли того, что нужно было, или у нас есть какой-то разрыв, и что с этим делать. И когда это прозрачно, информативно, то доверие с точки зрения вот этого бизнес-работы команды, оно повышается. Второе – про порядочность. Порядочность тоже нам все родители, наверное, говорили с детства, что нужно быть порядочными. Поэтому, конечно же, сюда относятся какие-то этические нормы, которые есть в обществе, и вот с этим вопросом всегда сложно, потому что у каждого они свои. Поэтому эти этические нормы для того, чтобы в бизнесе не выбивали друг друга, нам еще помогают что? Единые правила, которые создаются, это как один из инструментов, который нам помогает двигаться к общим целям. Очень часто многие относятся скептически к этим созданиям правил. Я слышала уже не раз, как многие говорят, да ну, правила создавать, формализовать, или там, не знаю, договариваться, это все не работает. На самом деле, если мы берем бизнес-инструмент, то это реально мощный бизнес-инструмент, потому что это часть культуры определенной, это часть управляемости определенной, это часть самоорганизации определенной. Поэтому эти правила нам способствуют тому, что мы создаем, ну, по сути, единые этические нормы поведения. И я могу в реальной жизни немного, ну, позволять себе, возможно, вести по-другому, да, например, там, давайте возьмем, я могу своих близких людей перебивать, но если в моей команде принято, принято не перебивать, и наше уважение строится на том, что каждый имеет право высказать любую свою позицию, и мы все, уважая друг друга, ее дослушиваем до конца, пытаемся разобраться в сути, и только после этого вступаем в диспут, то это правило в работе, я буду ему следовать, потому что у меня есть уважение и доверие к своим коллегам. Поэтому это те правила, которые могут быть, правила на митингах, не знаю, правила взаимодействия в команде, ну, вам лучше знать, какие правила, потому что у каждого они свои. Теперь, что еще от лидера? Lead by example, помните, у нас есть такой термин или даже такое правило лидерства, это когда на 100% твоя задача быть идентичным между тем, что ты говоришь и что ты делаешь. Как только есть немного несоответствия, то команда чему верит? Этому несоответствию. И ты можешь рассказывать, декларировать, что ты честен, что ты открыт, и что ты так всех уважаешь, но если есть расхождение между тем, что ты говоришь и что ты делаешь, то команда, как правило, больше доверяет вот этому расхождению, и она перестает тебе доверять. То есть она, по сути, перестает тебе верить. Поэтому если у вас, например, многие ребята на тренингах задают вопросы, связанные с тем, а каким же образом вот эти внедрять многие правила, или каким образом создавать вот эту командную культуру. И, на мой взгляд, очень во многом зависит это от тебя. Например, если тебе там нужно внедрить правила той дисциплины, о которой многие команды переживают, потому что в некоторых компаниях есть это правило, и как бы там ни говорили про NT-индустрию, во многих проектах есть жестко, что вот давайте поддерживать свою дисциплину. То если ты, как тим-лид, хоть один раз, на мой взгляд, эту дисциплину нарушишь, то ты отбрасываешь внедрение этого правила опять назад. Поэтому тебе, как вот просто, как не знаю, на 199% нужно соответствовать этому правилу и таким образом поддерживать постоянно вот этот режим. Полнота информирования. Это про прозначность. Я здесь не буду долго останавливаться. Это когда мы действительно готовы давать нужную информацию в полном виде. Теперь про честность. Там был такой пазл про честность. Что такое честность? Честность — это когда мы можем открыто и объективно, прозрачно говорить друг другу все, что мы посчитаем нужным в соответствии с правилами общения. То есть честность — это когда мы не замалчиваем. В нашей культуре, согласитесь, у нас вот этой открытости в коммуникации ее нет. Правда? Ну вот если мы говорим ментально. То есть нас не воспитывают с точки зрения того, что мы можем открыто что-то говорить. У нас там не принято это говорить, как-то тут неловко как-то это говорить, а тут вроде мы покажемся какими-то странными. И поэтому нам очень непросто научиться открыто коммуницировать то, что я думаю. В командах, там, где есть доверие, очень важно создавать и культивировать эту культуру. И тебе, как тем лиду, важно научиться каким-то элементам коучинга, фасилитации, когда ты можешь команде задать вопрос, что ты думаешь по этому поводу, какое у тебя отношение, а как ты на самом деле считаешь, насколько тебя это устраивает. То есть вот эти все открытые вопросы, которые помогают человеку начать говорить то, что человек думает. И, конечно, если опять-таки правил нету, и мы это говорим с точки зрения нападок на личности, то задача тем лиду разруливать эти конфликты. Но создавать определенным образом – это среду. Последний пункт, который вы видите, это выполнение своих обязательств. Не обещай то, что не можешь выполнить. Правильно? Это как закон бизнеса. Если ты не можешь это выполнить, то тогда какая наша рекомендация? Что мы делаем? Если ты не можешь это выполнить, то тогда не обещай. Или скажи людям в открытую, ребят, я не знаю, смогу ли я выполнить это или нет. И последний критерий, который есть – это забота. Это про вот эти человеческие отношения, коммуникацию, про то, что мы действительно можем друг друга ценить не просто там за какие-то профессиональные успехи, а действительно чувствовать легкость и комфорт от того, что мы взаимодействуем друг с другом. Время нам показывают. Несколько слайдов я взяла из другой модели. Она тоже очень схожая. Эти пять таких способов, которые чаще всего вы можете встретить в IT-источниках. То есть я посмотрела, что именно эта модель, она входит вот в такой вот обиход, которую часто знают в IT-среде. Те же правила. Общайтесь и будьте открытыми, и тогда будет доверие. Второе – это обменивайтесь информацией, то есть создавайте культуру прозрачно, говорим, не замалчиваем проблемы. Не нравится тебе что-то? Давай научимся говорить это друг другу. Единственное, что тогда нужно научить друг друга принимать эту обратную связь. Очень часто на тренингах мы учим давать обратную связь, а наша задача еще научиться принимать. Выполнять свои обязательства. То есть я на этом не буду останавливаться. И есть еще два пункта, которые тоже очень важны. Говорите «нет», если вы имеете в виду «нет». Вот это тоже ментально очень часто определенная такая неловкая ситуация для многих тим-лидов, особенно начинающих. Я не могу им отказать, потому что я там буду плохим. Или я себя буду чувствовать виноватым, если я не помогу. Вот это все то, что есть у нас, это ничего общего с бизнесом не имеет. У меня есть хорошая фраза, что в бизнесе вины нету, есть только ответственность. И если ты как тим-лид понимаешь, что это не будет сделано, имей смелость сказать это команде. Единственное, что предложи какие-то альтернативы, поищи вместе с командой какие-то альтернативы, но не обманывай, не ставь в тупик, что да, будет все, конечно, обещаю вам, я попробую это сделать. То есть если ты знаешь, что этого не будет, то не нужно нарушать это доверие, иначе потом тебе никто не будет верить. И последнее, то, что тоже про лидерство очень часто сейчас культивируется, это покажите, что вы знаете, что вы не знаете. Вот это сегодня синдром умника, это не в тренде, что там руководитель, project manager или top manager должен все знать, на все вопросы отвечать. Это уже все, оно уже выходит из тренда. Наоборот, мы все понимаем, что основные интеллектуальные знания находятся не у меня, а находятся вокруг у каждого из моих ребят. И поэтому, когда я понимаю для себя, как тем лид, что я чего-то не знаю, я об этом открыто говорю, и доверие у моей команды, безусловно, может повышаться. Единственное, здесь есть нюанс, что для того, чтобы это доверие действительно было качественным, тебе нельзя отвечать, что ты не знаешь, на те вопросы, которые находятся в зоне твоей ответственности. То есть, если ты не будешь знать элементарных или глубинных вещей, там, не знаю, project manager, management, или клиента, или каких-то целей, бизнес-процессов, критериев оценки, ну и пошло-поехало, то тогда вот это будет нарушать доверие. А вот то, что касается узких специализаций, то на сегодняшний день не гонись, ты все равно все не познаешь. Лучше скажи, что, ребят, я этого не знаю, тогда давайте будем с вами обсуждать. Вот это те рекомендации, которые, ну, мне кажется, они будут полезны. Я вам немножко сделала больше слайдов, потому что там есть определенные вещи про мифы. Вот давайте я на них как раз, наверное, закончу ими, потому что вот это тоже как мифы о доверии в нашей среде. Первый миф – это то, что доверие несовместимо с конфликтами. Конфликты и доверие – это разные вещи. Если я доверяю друг друга еще раз, вот то, с чего я начинала, я умею конструктивно, правильно, конструктивно решать вопросы, потому что у нас есть доверие. Мы не меряемся кто кого, мы не подозреваем друг друга, мы не нападаем друг друга, а мы, доверяя друг другу, ищем наилучшее решение, да, или там доверяем друг другу, находим какие-то идеи. Миф второй – доверие заменяет правила. Вот это то, что очень часто говорят. Мы же доверяем друг другу, зачем нам формализовать правила? Невозможно, ну невозможно, как бы ты не доверял друг другу, все равно есть разное восприятие, разные карты мира, разные ценности. Тебе нужно договариваться. В бизнесе нужно всегда договариваться. Никогда вот эти устные какие-то тонкие. Мы друг друга понимаем с полуслова. Ты понимаешь с полуслова, с полувзгляда, но наступит момент, когда вот этого полувзгляда не хватит, и потом возникнет какая-то погрешность. Поэтому очень часто нам нужно договариваться о правилах. И миф третьей, чтобы сформировать доверие, нужно специальное обучение. Это тоже очень часто постигает молодых тимлидов, которые говорят, Вера, у меня нету доверия, давайте посоветуйте, какой тимбилдинг им провести. Я говорю, нет, конечно, какие-то тимбилдинги, вот эти trust falling, знаете, в веревочных курсах, когда падаешь на команду, и они тебя словят или не словят. Это очень хороший инструмент, безусловно, который тебе даст много прожить и немного даст тебе определенного адреналина, насколько твоя команда как тебя словит, словит ли, и что с тобой будет потом. Но это не является инструментом, который закрывает вопрос. Это просто как некий винтик в системе, который позволяет тебе укреплять или усиливать. Сразу могу сказать по поводу тимбилдингов тоже, чтобы завершить. Тимбилдинги, которые направлены на вот эти trust falling, никогда нельзя делать, когда есть еще этап форминга и сторминга. То есть очень часто вот это делают неправильно. Когда сторминга, когда есть конфликты в ваших командах, когда люди еще не договорились, и они еще насторожены, им небезопасно вместе, то на этих этапах вот эти тимбилдинги могут при определенных условиях еще больше разрушить команду, нежели ее собрать. Поэтому хорошие качественные тимбилдинги для доверия это когда у нас уже есть норминг и перформинг, и тогда вот люди уже готовы ощущать вот эти грани доверия, исходя из того, что они вместе. Поэтому надеюсь, что какие-то вещи, я не претендовала в этом докладе на новое, мне больше хотелось, чтобы вы себе расставили определенные фокусы и себе, когда я что-то говорила, поставили задачи. Ага, вот здесь я или не дорабатываю, или об этом я вообще там, возможно, и не думал, что это так влияет. И чтобы когда вы вернулись в свои команды, вы понимали, что каждое вот это действие, с которого мы состоим как тимбилды и как лидеры, оно несет и влияет. И потом, когда у нас этого доверия не хватает, чтобы вы могли для себя определить, за счет чего я его утратил. Поэтому спасибо вам большое, доверяйте, и нам будут тоже доверять. Спасибо. А, вопросы. О, я думала, что время заканчивается на… О, так прекрасно. Да, вопрос такой относительно правил в команде, когда мы говорим о разных культурах. То есть примеры жизни Японии не самая открытая страна с точки зрения показывания эмоций и, в общем-то, делиться правилами. С ними очень сложно настраивать какие-то правила. Как правило, правила настраиваются после того, как происходит какая-то ошибка. То есть ты понимаешь, упс, так реагировать не стоит, и лучше ввести такое-то правило. Есть какие-то рекомендации для распределенных команд, скажем так, когда есть разные страны? Смотрите, ну давайте, наверное, как бы правильно так системно ответить. На мой взгляд, в распределенных командах все равно есть некие общие вещи, правильно, которые нас объединяют, и есть правила, которые есть у каждой команды, внутри, с кем мы работаем. Поэтому если говорить про японцев, безусловно, на мой взгляд, нам нельзя друг другу сказать, что если японцы, примите наши правила и учитесь работать как мы. У меня был один опыт, я просто не из IT-среды, но я его очень хорошо помню, когда в автомобильной компании с японскими корнями приехал генеральный директор, японец в город Киев и стал дженерал-менеджером, то есть он приехал развивать свою же компанию. И он был один японец, все остальные были наши, и он там пробыл, определенное время поуправлял, и потом, когда у нас были разные проекты, он как-то там со мной пил кофе и искренне делился и говорил, Вер, я вообще ничего не понимаю о вашей стране, потому что, говорит, у нас настолько принято, что вот если там ставишь задачу, люди выполняют, а у вас ставишь задачу, они, говорит, не выполняют, еще и приходят, и говорят о повысите нам зарплату. И он говорит, вы знаете, я вот переживаю, это нормально для вашей страны? И у него был запрос не в том, что с нами что-то не так, а в том, что это нормально для вас. И вот мы с ним дискутировали, что да, действительно, есть такие сложности и так дальше. Поэтому отвечая на ваш вопрос, здесь безусловно сложнее, потому что нам нужно учитывать правила, которые есть, ментальность, которая есть у Японии, и для того, чтобы быть клиент-ориентированными, вот, наверное, мой будет ответ такой, то тогда, если мы как команда уважаем ту команду, и с той стороны есть вот это уважение, то тогда мы создадим те правила, которые будут удобны и комфортны обеим сторонам. То есть мы не будем навязывать, что вот примите наши правила игры, а давайте какие-то создадим точки соприкосновения во взаимодействии, как нам комфортно, в каналах коммуникации, в форме подачи информации. То есть это все равно тоже правила, которые определяют наше взаимодействие. Поэтому для меня это так. Я человек очень клиент-ориентированный, на мой взгляд, и вот для меня очень важно, чтобы не навязывать, а создавая отношения, вместе, вместе, искать варианты, чтобы нам обеим сторонам было хорошо, ну или там тройным. Хотя это непросто сделать. Поэтому то, что я всегда пропагандирую, это японцы или скандинавы или американцы, нам нужно все равно усиливать возможности для коммуникации друг с другом. Потому что когда мы удалены, нам очень сложно чувствовать и понимать друг друга, просто исходя из бизнес-результатов друг друга, или из каких-то статусов, которые есть у наших команд с точки зрения проекта. Нам все равно нужно поддерживать и усиливать коммуникации. Вопрос, как будет это комфортно японцам, я услышала, вопрос, как добиться того, чтобы следовали правилам. Ну давайте несколько самых основных вещей. Правила создаются вместе с командой. То есть первое, никогда не создавай правила один. Какие бы они ни были гениальны, создай их вместе с командой. И даже если твоя команда создаст правила немножечко другие, чем в твоем понимании должны быть правила в команде, по твоему бэкграунду или опыту, то если ты создаешь вместе, то будь готов к тому, что там будут какие-то новые, свежие идеи, которые будут отличаться от тебя. Поэтому первое правило это создай вот эту вовлеченность, включенность в создание. Это уже, наверное, не знаю, процентов 60-70 успеха, на мой взгляд. Вот эти 30%, которые будут выпадать, потому что это не их правило, или они с ними не очень согласны, то у нас есть управленческие, на мой взгляд, лидерские вещи. То есть у нас есть правила обратной связи, которые никто не отменял. То есть нам важно, если человек нарушает правила, не замалчивать, а опять-таки говорить об этом, потому что есть нарушения. Это там, если мы берем управленческие. Если брать лидерские, то то, что я говорила, lead by example, раз. И второе, вот есть такое, я не знаю, правда, как это, наверное, в инструмент вложить, но я четко вижу по своим успешным кейсам, по успешным клиентам, что у многих успешных лидеров есть такое, как внутреннее желание защищать свои правила, и они, когда о них говорят, то вот ты понимаешь, что их нельзя нарушить в их команде. Причем это делают не авторитарно, вот как, знаете, там типа под страхом, а делают это просто на уровне того, что это действительно наши правила, и моя ответственность как лидера защищать наши правила, потому что, на мой взгляд, у Team Lida и у Project это не то, чтобы ты контролируешь эти правила, одна из твоих ролей в IT-команде это защитить, если ты создал, да, вместе с командой эти правила, то ты их защищаешь, ты их отстаиваешь, ты помогаешь им следовать, ты обнаруживаешь, кто там не соответствует, и, соответственно, за счет этого ты тоже можешь внедрять. Еще один какой-то элемент есть, есть процент людей, которые будут их нарушать, ну, определенным образом часто, и тут надо думать просто, ну, может быть, правило, что-то с правилом бывает не так, ну, бывает, что правило устаревшее, бывает, что человек не наш, ну, какие-то вещи, но то, что я вижу, что лучше всего работает, это не замалчивать, поднимать этот вопрос, смотреть, чтобы эти правила были рабочие, потому что очень часто используют, ну, не рабочие правила, и чтобы команда поняла эту ценность, да, вот это как в скраме, на мой взгляд, когда ты не понимаешь ценность технологии, сам в нее не веришь, то это не работает, вот это примерно про правила, если эти правила созданы просто так, нам нужны правила, все, пункт первый, уважаем друг друга, все согласны, все согласны, записали, пункт второй, там, слушаем друг друга, да, если это будет формально, они не будут вообще работать, нам нужно создать пусть три своих правила, но чтобы они работали, у меня есть примеры, правда, примеры, ну, в нескольких компаниях, когда на тренингах и воркшопах создавали команды свои правила, как правило, это было до пяти пунктов, не больше, и вот по прошествию времени, я анализирую вместе с ребятами, из этих, например, пяти прижилось только три, остальные два все-таки ушли, и вот это то, что как раз вот это, мы два дня с ними кружились, кружились и создали всего пять пунктов, из которых три прижилось, вот это, наверное, тоже путь, ответила? Да, спасибо, а вот примеры, можете привести, правил? Правил? Ну, как правило, вот то, что я вам проговариваю, вот в этой команде, которая из Киевска, у них правило, говорим по одному, обязательное правило, говорим по одному, то есть не перебиваем, да, второе правило, это не, ну, не ноем, а предлагаем решение, но оно, как бы всегда, все об этом знают, но очень часто это не реализовывается, поэтому не ноем, а предлагаем решение, то есть каждый, да, говорит, есть правила, которые связаны с тем, что мы выдерживаем дисциплину и адженду, ну, то есть с точки зрения того, что организационных вопросов там, мы, есть, я, кстати, сейчас вспомнила, у одной команды появилось правило, готовимся к митингам, каждый несет свои 100% ответственности качественно подготовиться к митингу, то есть это означает, чтобы уже заранее, да, обладеть информацией, потом сократить время, поэтому у каждого не свои идеальных правил нет, ну, вот какие-то привела вам пример, на этом все, большое спасибо за доклад, спасибо большое, спасибо большое,